Эфир нашего телеканала продолжает программа 13 этаж в студии Алексей Шемякин. Здравствуйте. Темное время суток вызывает много проблем у всех участников дорожного движения, как пешеходах, так и водителей. Плюс ко всему зачастую трассы либо слабо освещены, либо фонарей нет совсем. Из-за этого ДТП, в которых страдают люди. Что делать, чтобы избежать этого? Об этом мы говорим сегодня с временно исполняющим обязанностей заместителя начальника управления ГИБДД МВД России по Архангельской области, подполковником полиции Николаем Подшиваловым. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. К темному времени суток и все, что с этим связано, я предлагаю чуть позже вернуться. Еще раз, а пока можно ли говорить о статистике с начала года? Уже наверняка цифры какие-то есть. Да, предварительная статистика, конечно, у нас систематически анализируется. То есть на сегодня, на сегодня можно немножко сказать положительно, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года у нас зарегистрировано сокращение общего количества происшествий, числа травмированных в них, порядка 10%. И самое важное, самый главный показатель аварийности – это число погибших. У нас в сравнении, опять же, с прошлым годом сокращен на 20%. Но, тем не менее, аварийность никуда не делась. Более 1100 происшествий на дорогах области с начала года. 91 человек погиб, почти полторы тысячи травмированных. Но тоже цифры такие немаленькие, скажем. Да, цифры немаленькие, и, конечно, если то, что я сказал положительно, в целом снижаемся, ну, немножко беспокоит, конечно, ситуация на дорогах архангельской агломерации. Города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и Приморский район. Вот в указанных городах и муниципальном районе у нас в текущем году, к сожалению, зарегистрирован рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В основном с чем это связано? Анализировали как-то? Ну, спектр нарушений, он разнообразен, конечно. Поэтому были происшествия по вине пешеходов. Большая часть, конечно, по вине несоблюдения требуемых правил водителями транспортных средств. Почти в половине происшествий, в том числе, усматривается в местах их совершения и неблагоприятный дорожный фактор, так или иначе связанный с происшествием. То есть плохие дороги? Не скажу, что плохие, но, тем не менее, определенный негативный дорожный фактор зачастую усматривается. Николай Владимирович, а в темное время суток больше происшествий происходит, нежели в светлое? Ну, как правило, все-таки в темное время суток, в течение года, если рассматривать, то происшествий происходит меньше. Но тяжесть их, она существенно выше, чем в светлое время. А если рассмотреть осенний период, то здесь у нас темного времени суток, к сожалению, больше, чем светлого времени суток. И вот если с 1 сентября посмотреть, то только за вот эту осень, еще не завершившуюся, у нас уже более 350 происшествий. Более 30 человек у них погибли и свыше 400 травмированы. То есть за такой короткий промежуток достаточно, у нас уже треть от всех ДТП с начала года зафиксированы именно сейчас. И более трети погибших также именно сейчас. Каковы причины? Погодные условия? Не видно пешеходов? Дороги не освещены или что? Причин много. Причины это и освещение, как вы правильно сказали, и неблагоприятные погодные условия, дорожные условия, невнимательность в осенний период очень сильно сказывается. То есть пешеходы идут, например, если опять же смотреть на пешеходов, пешеходы идут зачастую, подходят к проезжей части, которую хотят перейти. У них в ушах наушники, либо они разговаривают по телефону. Для того, чтобы более комфортно себя чувствовать в плане тепла, они одевают капюшон на голову. То есть капюшон существенно сужает видимость им. Поэтому они налево-направо не могут посмотреть, как правило, если большой капюшон надет. Поэтому всем пешеходам хочется, конечно, порекомендовать, во-первых, убрать все гаджеты, снять наушники перед тем, как переходят в проезжую часть. Снять капюшон, посмотреть направо, налево, убедиться, что их видят водители, что транспортные средства останавливаются. Действительно готовы предоставить им преимущество и только после этого переходить. А водителям что посоветовать? Совет водителям, опять же, в этих условиях, в осенний, зимний период, это можно разделить на несколько частей. Первое, конечно, это сложное погодное дорожное условие предъявляет повышенные требования к техническому состоянию. Транспортных средств необходимо, чтобы были одеты шины по сезону, чтобы можно было контролировать движение транспортного средства. Необходимо, чтобы работал стеклоочиститель, работал отопитель, для того, чтобы стекла автомобиля не запотевали, не замерзали, чтобы была обеспечена видимость. Световые приборы необходимо, чтобы были исправны и чтобы они были чистые, для обеспечения видимости. Во-первых, если это касается задних фонарей, указателей сигнала поворота, это чтобы другие участники движения видели. И если говорить про фары, то чтобы сам водитель видел обстановку перед собой, правильно ее оценивал. Николай Владимирович, вот из года в год говорим, в принципе, одно и то же. И причины, и то, что надо быть обязательно внимательным, и о светоотражателях, в том числе, которые нужно носить в темное время суток. Но большинство, согласитесь, этого не делает. Но на самом деле ведь они очень хорошо видны на дороге, когда высвечены фарами. Это так? Да, светоотражатели, они существенно повышают видимость пешехода. Без светоотражателей пешеход в ближнем свете фар заметен со расстояния 25-50 метров. А это практически 2-3 секунды движения транспортного средства с установленной скоростью. А при наличии светоотражателей, даже в свете ближнего света фар, водитель уже может заметить пешехода со расстояния до 150 метров. Даже в ближнем свете фар, как двигаются в населенных пунктах. То есть можно успеть затормозить? Конечно, водитель примет решение какое-то и может остановиться. Поэтому вне населенных пунктов ношение таких приспособлений на сегодня обязательно. За их отсутствие предусмотрено наказание административное. Причем как детям, вернее их родителям, так и взрослым людям. Предусмотрено наказание для участников движения, являющихся субъектами административного права. Ну а в случае, если дети пешехода не имеют при себе световозвращателей и двигаются вне населенных пунктов, то их родители также подлежат ответственности за неуполняемые обязанности по воспитанию своих детей. Во время нашей прошлой встречи мы говорили, что планируем акции, и так даже хотели о них рассказывать, по телевидению показывать, как вы и представители областного правительства вручают и детям в детских садах, светоотражателей, в школах. Но пандемия внесла свои коррективы. Но тем не менее эта работа ведется? Да, вы правы. К сожалению, пандемия в этом году внесла свои коррективы. Непосредственные работы сотрудников госавтоинспекции с детьми при вручении им данных светоотражателей ее не будет в большей части. Но работа эта ведется. Порядка 50 тысяч светоотражателей получены в рамках федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. И в настоящее время правительством Архангельской области организована выдача их во все муниципальные города и районы. Для того, чтобы обеспечить этими маленькими, но очень важными предметами всех школьников первых, третьих классов. Куда уже доставлены? По имеющейся информации, данные светоотражателей уже поступили в город Мирный и в Приморский район. И работа эта продолжается, она не будет останавливаться. Педагоги будут объяснять, педагоги должны объяснять, родители должны, конечно, объяснять детям. В первую очередь, для чего он нужен, этот светоотражатель. Что это не просто красивый подарок, сувенир. Брелок, который можно повесить на стенку, положить в карман, положить в рюкзак куда-то, в свой школьный ранец. И носить его, как что-то ценное для себя, сувенир. А именно, что этот предмет, который спасет жизнь и здоровье. То есть, его необходимо разместить на одежде, чтобы он был виден, либо на вот этих же ранцах школьных, чтобы водители, когда они участвовали в дорожном движении, видели детей, которые также участвуют в этом дорожном движении, как можно с большего расстояния видели и избегали опасности наезда на них. Ну вот как ребенку объяснить? Не поведешь же его на улицу, да, и не будешь показывать там, что вот смотри, вот тут светится, тут не светится. А в условиях класса можно это сделать? Это безусловно можно сделать, как в условиях класса в школе. Это можно сделать дома родителям. То есть, можно нацепить на любой предмет данный световозвращатель или на человека и выключить свет, устроить затемнение. После чего фонариком посветить и сразу будет понятно, то есть, насколько виден этот человек или предмет без световозвращателя надетого и со световозвращателем, то есть, насколько ярко он сразу же сверкает и, соответственно, привлекает к себе внимание. Поэтому это, конечно, все педагоги и родители должны для себя это простое правило, я думаю, принять во внимание и руководствоваться им, в том числе, как научить ребенка. Ну и нужно обязательно проговорить, что, как вы говорите, от этой маленькой штучки зависит зачастую жизнь человека. Совершенно верно. Согласен с вами. Николай Владимирович, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Сегодня гостем программы «13 этаж» был временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления ГИБДД МВД России по Архангельской области Николай Подшивалов. Спасибо, что это время провели с нами. До встречи на 13 этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова